всем привет последнее время мне особенно часто стали задавать вопрос что сейчас можно собрать за 40-50 тысяч рублей то ли сказывается лето период отпусков люди полгода копили деньги теперь готовы их активно тратить или выпустились из школ институтов колледжей им там надарили всякие разные чтимы суммы ну и в общем хотят провести лето не на улице за компом но в любом случае чтобы всем и каждому не отвечать по отдельности давайте в одном видео соберу несколько сборок в ценовом диапазоне от 28 до 55 по моему до 60 тысяч может быть доползем сборки будут на платформе от md соответственно вы в любое время сможете проапгрейдится самый дешевый из них до самый дорогой но сейчас все видите собирать будем в сети линке у него на этот случай есть крайне удобный конфигуратор и в описании я потом оставлю ссылки на все сегодняшние сборки итак поехали начнем естественно с процессора самая дешевая сегодняшняя сборка будет на 2400 райзене выбираем райзен 5 есть несколько вариантов во первых райзен 2400g боксовая версия это процессор в коробке и в комплекте с кулером и 2400g оем это просто сам по себе процессор без ничего разница по цене 1200 рублей кулер который идет в комплекте с боксовой версии но это просто брусочек алюминия причем довольно тонкий и очевидно он не стоит этих денег то есть за 1200 можно купить что-то с двумя или даже тремя тепловыми трубками поэтому я предлагаю взять по и м ну и к вопросу выбора кулера вернуться чуть позже нажимаю выбрать для сборки есть еще конечно 1400 райзен по сути практически то же самое что и 2400 но 2400 есть встроенное видеоядро разница в цене буквально в 600 800 рублей и на мой взгляд доплата за виде ядро того стоит ну плюсы и 2400 сам по себе как процессор в некоторых случаях все-таки чуточку быстрее чем 1400 в общем за свои деньги хороший выбор и так мы кинули в конфигурацию процессор и конфигуратор нам собственно сам сейчас отсеет ненужные материнские платы то есть интеловские сокеты чипсеты нам уже предлагаться не будут остается выбор только из подходящего вот выбран сокет а м4 автоматически опять же три основных сокета сейчас в md a b и x на а невозможен разгон видеоядра и процессора на б возможно разгон вообще всего видеоядро процессор оперативная память на иксе тоже но б материнки они просто чуть там попроще на них охлаждение как правило bios чуточку попроще чем на иксовых но так по функционалу вы ничего не ограничены давайте отфильтруем все по цене а чипсеты ну как по мне можно рассматривать только в условиях совсем уж жуткой экономии но когда мы говорим о сборке за 30 например тысяч рублей это все-таки не не самая худшая ситуация поэтому можно шикануть и взять бы материнку бы материнки вот как видим начинается от 4300 рублей несколько вариантов давайте посмотрим самый дешевый гигабайт дальше у нас идет а срок предположим мс и и асу это а чипсет и вот asus на б материнки вот четыре основных производителя самые дешевые б материнки дальше у нас уже вот 5300 поехала 5500 чем они схожи это все довольно компактные варианты и у них у всех проблемы с радиаторами на цепях питания ну точнее тут просто нет радиаторов ни в одной из материнок кроме мс и но и то тут с одной только стороны очень небольшая штука в общем как по мне на все эти материнки желательно будет кинуть дополнительный вентилятор который бы эти цепи питания обдувал что касается моих личных предпочтений на мой взгляд у гигабайта самый неудобный bios под мдш на вот эту м4 платформа самый удобный у asus а но с другой стороны из вот четырех материнок который открыл даже пяти единственная материнка с радиатором это мс и поэтому ну как бы bios это не та штука в которую заходишь каждый день тут один раз разогнал потратил на это там не знаю полчаса часа и все потом забываешь ну а радиатор приятный бонус тут принципе можно и без вентилятора наверно обойтись в общем поэтому кидаю в сборку мс иный вариант система охлаждения пока далеко от процессора не ушли открываем вкладку кулеры и тут уже автоматически будет стоять фильтр на м4 socket опять же сортируем по цене в основном в стилинке почему-то deep cool и предлагаются ну и вот пожалуйста за 1200 рублей то что нам предлагает md купить в коробке здесь можно взять аж камакс 300 это вот такой вот зверь с тремя тепловыми трубками и с вертушкой на 120 миллиметров ну это прям вообще хорошо можно конечно чуть-чуть сэкономить и взять вариант с двумя тепловыми трубками он стоит 770 рублей это гамакс 200t соответственно ну смотрите я добавлю сборку чуть более дешевый вариант его более чем хватит для этого компа но вы уж смотрите сами ну и потом еще подведем итоги на чем здесь можно было бы сэкономить или наоборот на чем можно было бы немножко разгуляться оперативная память естественно ddr4 и хотелось бы поставить 16 гигов но по бюджету я боюсь это поместится только самый дорогой вариант сборки в среднем бюджетных компах пока приходится рассчитывать всего на 8 поэтому фильтры поставим вот объем одного модуля 4 будем собирать 8 гигов двумя планками по 4 и также сортировку по цене по возрастанию но здесь в общем-то тоже все довольно просто ищем знаменитые зеленые планки от самсунга вот они да вот эти вот м378 а они заявлены как планки на 2400 мегагерц но большинство из них спокойно гонится до 3 ну что нам еще надо да нет радиаторов но и стоит при этом 2950 рублей всего единственно что нужно указать что мы хотим две штуки получается что за 8 гигов оперативки мы уже отдаем 5900 рублей ну и вот представьте если мы хотим 16 соответственно это удовольствие выйдет уже само по себе но почти в 12 тысяч рублей но об этом чуть позже сейчас крайне важная тема это блок питания фсп pnr 600 хотя для этой сборки хватило бы и 500 ваттника но в стилинке почему-то в наличии есть фсп на 450 ватт и потом сразу же на 600 поэтому его и добавил корпус выбираю просто по принципу чтобы был потому что эта штука индивидуальна и кому-то важно как его компьютер выглядит кому-то абсолютно все равно поэтому для сборки буду использовать этот вариант от аккорд и 0 1 давайте на него чуть подробнее посмотрим здесь блок питания располагается сверху но внутри очень много пространства влезет даже длинная видеокарта хотя я не думаю что в сегодняшних сборках мы будем использовать что-то экстраординарное но все равно ширина здесь 177 миллиметров кулер у нас на всякий случай сейчас проверим вот 200t да и 300 тоже давать так у 200t высота 131 миллиметр у трехсотого трехсотого 144 но в общем оба они сюда влезут так что давайте кинем этот корпус в сборку ну и естественно хранилище классический жесткий диск на 1 терабайт выбираем объем 1 терабайт также фильтруем по цене по возрастанию ну и опять же у кого какие предпочтения нравится вам больше vd берите vd нравится вам toshiba берите toshiba стоят они как видите плюс-минус 50 рублей одинаково в итоге получается 28 тысяч 200 рублей и вот на этом уже можно играть у 2400 райзена действительно неплохое встроенное видео ядро и мы его тестировали можете посмотреть вот ссылка наверняка на экране раз и появилась и если хотите эту систему пробрыдить все что осталось это добавить видеокарту открываем вкладку с видеокартами выбираем 1050 ти но потому что брать к этому процессору что-то слабже чем 1050 ти особого смысла не имеет тогда уж лучше сидите на встроенном видео ядре но действительно неплохое что-то мощнее можно но это уже дороже потому что ну тот же 1050 ти вот самый дешевый вариант от полита на 12 тысяч 250 рублей выйдет можно конечно переплатить пару тысяч и взять что-нибудь от asus мсi или nvidia но зачем это все-таки 1050 ти не то что вы будете гнать под азотом или не то что особо сильно греется поэтому политовского варианта с одним вентилятором и с небольшим радиатором здесь вполне достаточно и так получилась сборка на сорок с половиной тысяч рублей и давайте посмотрим на чем здесь можно сэкономить как по мне то практически ни на чем потому что блок питания дешевле брать точно не стоит корпус но единственно что его полностью столько убрать жесткий диск оперативная память без вариантов ну то есть каких-то ощутимых сумм не выжить может быть 150 рублей 200 максимум но эту картину не изменит охлаждение но можно взять не за 700 рублей а за 350 абсолютно без миди просто вот как боксовый вариант кусочек алюминия с вертушкой но зачем по сути остается связка процессора и видеокарты но это и так самый дешевый 1050 ти который есть в наличии то есть если что-то дешевле то это 1050 двухгиговый но как бы классом ниже или там gt1030 gddr5 памятью за 6 тысяч разве что и процессор если брать дешевле то но 1400 без видео ядра не сильно тут сумму уменьшит ну либо если смотреть там на 1200 или 2200 какой-нибудь но тогда мы теряем четыре потока и у нас будет просто четырех ядерный процессор выходит что сильно сэкономить не теряя при этом производительность уже не получится есть только не рассматривать бу рынок но было это абсолютно параллельная вселенная ничего против бу не имея но просто у кого-то есть возможность урвать жесткий диск за 300 рублей например у кого-то нет поэтому но если есть возможность пользуйтесь конечно теперь что касается но еще более дорогого варианта тут логичным продолжением будет это вместо 2400 разно поставить 1600 или 2600 давайте посмотрим какая будет разница в цене ну естественно видеокарту тогда мощнее убираем из этой сборки процессор и видеокарту это делается вот здесь чуть ниже просто удалить так процессор и видеокарту удаляем ну и в принципе заходим уже в привычные разделы так же процессор так ryzen 1600 стоит 12 тысяч 200 рублей боксовая версия уэмная но собственно на 170 всего дороже очень странно почему так ну собственно здесь тогда можно взять и боксовую с кулером почему бы нет и и давайте посмотрим 2 600 и сколько сейчас стоит 13 300 но 2600 новее держит частоты выше поэтому давайте кинем в сборку его и что касается видеокарт посмотрим насколько изменилась цена на 1600 и 1600 и 1060 gtx да тут в начале списка будут трех гиговые модели естественно давайте оставим чтобы были только шести гиговые видеокарточки и опять же самый дешевый вариант от полито как неудивительно 21 с половиной тысячи рублей но вот это мысая с двумя вентиляторами 21 900 500 рублей переплата но радиатор побольше и две вертушки для 1060 это уже не помешает но давайте ее кинем и так в итоге получается пятьдесят три тысячи двести девяносто рублей конечно здесь уже в идеале бы до поставить 16 гигов оперативки и добавить еще в сборку ссдшник но это уже такая вкусовщины на ваше усмотрение я бы создать ник добавил с 8 гигами еще можно играть но вот с ссдшником просто ежедневно использование компьютера становится гораздо более плавным и комфортно и еще по идее можно бы улучшить материнскую плату то есть и на той который мы выбрали все будет работать но цепи питания уже начинают так вызывать недоверие ну то есть опять же поставьте вентилятор все будет нормально но если есть возможность чего бы не взять сразу материнку побольше и с четырьмя слотами под оперативную память и сразу же с нормальным охлаждением давайте посмотрим сколько такой вариант может стоить ну и от 6000 рублей уже начинаются полноразмерно это иксовые материнки с кучей разъемов с совсем необходимым охлаждением но в общем то давайте вот эту asus к я добавлю просто для ориентира у вас как я уже говорил хороший биос но плюс здесь цепи питания охлаждаются если у вас другие предпочтения то это иксовые но вот как мы видели будут примерно столько и стоить в итоге получается 55 тысяч рублей 50 копей хотел сказать нет 55 тысяч 50 рублей вот какая красивая цифра в принципе сюда остается только поставить ssd-шник под систему и будет совсем уже красота и поменять гаммакс 200 на гаммакс 300 все-таки 2600 в разгоне ну погорячее чем 1400 но тогда и стоимость компьютера подберется уже к 60 тысячам рублей собственно вот эти три самые сборки которых я говорил то есть чуть дешевле 30 примерно за 40 ну и вот 50 55 тысяч надеюсь что он был интересный и полезно надеюсь что это поможет вам как-то сориентироваться ну и ссылки на сегодняшний сборки как я уже говорил вы найдете в описании под видео там же будут ссылки на нашу группу вконтакте instagram где раньше все появляются тизеры и спойлеры к ближайшим выпускам так что если вы хотите раньше всех узнавать что мы тут готовим и просто что происходит за кулисами то добро пожаловать в instagram ну и у меня на этом все увидимся в новых выпусках пока а